Добрый день! В эфире программа «Разворот на бизнес» в студии Николай Голиков и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Так, да. Дело в том, что мы записываем эту программу. Записываем мы ее в воскресенье 18 числа, и поэтому могут быть сегодня какие-то накладки, но тем не менее, да, программа выходит в среду, а записываем ее в воскресенье, потому что в воскресенье в Кировской области впервые вот такое серьезное очень событие, классное мероприятие и добрый праздник. Впервые из Кировской области стартует автопробег «Дорога молоку», и прямо сейчас, когда мы пишем эту программу на Театральной площади, где и наш офис находится, разворачивается большой праздник, даже дождь не помешал, потому что вот мы разговаривали только что в открывашке с детьми, которые звонили нам и рассказывали про свои любимые молочные продукты, они сказали, что с родителями собираются на этот праздник, и слава богу. Ну я шел, уже было много довольно-таки детей, им очень нравится, что много красивых машинок стоит, они, смотри, какая машина, смотри, а там здоровые эти фуры такие. Так что я думаю, что дети придут в большом количестве. Значит, что это за мероприятие такое, чему оно посвящено, мы будем об этом говорить с нашими гостями. С Любовью Гусевой, директором компании «Литон». Любовь Михайловна, добрый день. Добрый день. Добрый день. С Алексеем Котличковым, заместителем председателя правительства области, министром сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас в студии Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка и такой двигатель этого всего процесса, который называется «Дорога молоку». Михаил Александрович, добрый день. Добрый. И с Ильдаром Файзуриным, директором УФА «Гормолзавод» и главой молочного союза Башкортостана. Ильдар, добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот у вас один микрофон на двоих, я сейчас к Ильдару и к Любови обращаюсь, поэтому, когда будете говорить, вы прямо направляйте его на себя, пожалуйста. Просто в его сторону смотрите. Да. Ну вот если Михаил такой двигатель всего этого процесса на протяжении многих лет в разных регионах, то в нашем регионе зачинатель этого процесса, Любовь Михайловна Гусева, она была у нас уже в эфире. Когда мы обсуждали, получится, не получится у нас этот праздник, начнем, не начнем мы этот проект, объединимся, не объединимся. Поэтому я бы, наверное, хотела предоставить Любови Михайловне первое слово. Но поскольку Алексея Алексеевича нужно отпустить будет на этот большой праздник для официальных слов. Пусть-пусть начнет, мне легче будет продолжать. Ну окей, просто предупредим, что Алексей Котлячков нас покинет через полчаса, но, Любовь Михайловна, вам первое слово. Пожалуйста, расскажите, что сегодня происходит на Театральной площади, кто к нам приехал в гости? Микрофон к себе. Ну, прежде всего, я очень рада, что все-таки все произошло, все случилось, потому что сомнения были. И самое главное достижение, то, что мы объединились, и вот в пятницу было совещание, у Алексея Алексеевича его, правда, не было, но мы совещались в его кабинете, что все службы, во-первых, все предприятия, да, мы не надеялись, что мы сядем за один стол и будем говорить об одном деле. Даже конкурсы, которые хотели проводить для того, чтобы выявить, кто лучше, отменили, чтобы не спугнуть это движение. Праздник, я думаю, состоится, на площади уже музыка, автопробег здесь, гости приехали, я сегодня наблюдала, как они готовятся, готовят машины, огромное спасибо, конечно, министерству, потому что вряд ли без них мы бы сделали это, потому что там немножечко даже было, мне кажется, строгость, принуждение к празднику. Принуждение к празднику. Иногда нужно принудить к празднику, безусловно. Михаил Мещенко. Михаил, несколько слов о самом проекте «Дорога молоку». Ну, вот если Любовь Михайловна говорит, что у нее были сомнения, у меня-то сомнений не было. Вот, потому что мы уже, это восьмой год, мы проводим это движение. Идея изначально была собрать просто друзей молочников и поездить по определенным предприятиям, вот, а потом это переросло в некое общее движение, когда приезжают люди со всей страны и даже из других стран, вот, смотрят Россию, смотрят заводы и так далее. Мы имеем, по сути, несколько функций, несколько задач, которые мы решаем. Первая задача – это, конечно же, пропаганда того дела, которым мы занимаемся, потому что очень много сейчас говорится нехорошего про молоко и молочную продукцию. На самом деле зря. И мы занимаемся, когда молочники сами садятся в машины, рассказывают, показывают, это, мне кажется, очень… Угощают. Угощают, наливают. Наливают, да. Молоко. И молоко. Значит, молоко. Молоко. Сливки, кефир и другие молочные продукты. Вот, значит, плюс ко всему, это очень хорошая возможность обмениваться опытом, что люди из разных регионов видят, как происходит, как делается бизнес в этом регионе, в другом. Очень много особенностей и так далее. Это очень важно. И, конечно же, это возможность посмотреть страну, потому что страна у нас огромная, и автопробег – это возможность просто совершенно с другого ракурса увидеть то место, где мы живем. Что значит страна огромная, и мы исследуем новые регионы? В каких регионах побывает в этом году 2019 автопробег, дорога Молоко? В этом году мы посетим Кировскую область, Республику Удмуртия и Республику Башкортостан. Это все ближайшие к нам республики. Ближайшие к нам республики, все из Приволжского федерального округа. Есть ли где-то в других регионах страны подобные процессы, подобные акции? Ну, мы проводим это регулярно. Я повторяюсь, восьмой год мы проехали уже больше 30 регионов. То есть мы, на самом деле, очень много объездили. Мы впервые поехали из Ярославской области в Ленинградскую. Мы были на Урале, мы были на Алтае, мы были в Черноземье, тоже были в Поволжье, в двух разных направлениях ездили. В прошлом году мы вообще случайно уехали в Канаду. Случайно уехали в Канаду. Через Аляску? Да, да, да. Но у нас как-то приехали один раз канадские фермеры, и для них это было настолько... Они вообще боялись ехать в Россию. Но когда они приехали, мало того, это был Новосибирск и Алтай. Почему, подождите, почему они боялись ехать в Россию? Ну, вы понимаете, скажем так, очень много мифов в России о Канаде, в Канаде о России. Так же, как потом наши боялись ехать в Канаду. То есть они думали, что у нас дикая страна и так далее. Они приехали, они увидели Сибирь, они были просто удивлены людьми, которые... Вот атмосфера, которая царит в этом, в автопробеге. Потому что все очень дружелюбные, все очень позитивные, активные. В общем, такие же канадцы, только русские. Ну, есть отличия, есть. Они приехали, они увидели, они говорят, мы очень хотим, чтобы вы приехали к нам. И тогда наши испугались, да? Да, да. Не, ну, у нас на самом деле очень много людей, у нас больше 50 участников рынка прилетело в Канаду. Это не так близко и не так дешево. Вот. И мы... Это было где-то... Ильдар был у нас в Канаде. Сейчас заедет Ильдар. Да, значит, это было 22-25 экипажей. Вот. Это было очень интересно. Очень интересно. И мы канадцев попросили, чтобы они нам рассказали... Не интересно только смотреть фермы. Я еще раз говорю, важно посмотреть страну. Почему люди делают так, а не иначе? Почему они живут так? Мы попросили их изначально как бы сосредоточиться не столько и не только на предприятиях, а показать, почему они это делают, образ их жизни. Было очень интересно. Они показали свою семейственность, возможность... Ну, там люди, которые как бы занимаются этим бизнесом в третьем, пятом, в восьмом поколении. Они показали... Не рассказывайте за Ильдар. Все. Мы вот сейчас... Мы Ильдару передадим слово, и он нам расскажет про канадский опыт. Но прежде чем к Ильдару перейдем, учитывая, что Алексей Алексеевич тайминг, время, мы обратимся к министру сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексею Алексеевичу Котлячкову. Алексей Алексеевич, ну, я что-то не припомню. Чтобы у нас в регионе были какие-то такие процессы, ну, может быть, они и были, но чтобы они выливались в конкретные акции, праздники, которые не просто вот здесь и сейчас случатся, галочку поставим и дальше как бы пойдем, а с заделом на традицию какую-то серьезную, чтобы объединялись люди из одной отрасли, разные бизнесы. Мы вообще в Кировской области не склонны к объединению, так-то уж по чести говоря. Объединялись бизнесмены... Мы с вами на эту тему говорили. Да, пропагандировать, например, потребление своего продукта. Как вы восприняли эту идею и какие вы здесь видите ценные зерна? Эту тему... Спасибо, Светлана. Вопрос очень такой непраздный. На самом деле мы молочный регион. Может быть, там, коллеги, приехавшие, знают сейчас Кировскую область или еще узнают. Я думаю, по показателям они знают, что мы не молочный регион. Наверное, можно молочной страной определенной назвать. Потому что производим 1900 тонн молока. И надо сказать, что это высококачественное молоко. Тем более, что мы его круглый год производим по объемам одинаково. Что для переработки очень важно. Ну и, конечно, качество. У нас везут сырье молоко в 10 регионов и везут вплоть до Москвы. Такие расстояния, это бизнес определяет тем, конечно, объемами и качеством молока. Это очень важный вопрос. Тему, которую вы задали, она у нас, будем говорить так, даже не витала в голове, а обсуждалась. И это мероприятие, конечно, мы сразу подхватили. Надо с чего-то начинать. И бывает так в жизни. Думаешь, думаешь. И раз, и решился вопрос. Я думаю, что мы в будущем такое мероприятие будем проводить 1 июня. День защиты детей. И мы увяжем это, такое мероприятие. Мы определенную тренировку проведем сегодня, завтра. Да, но это день защиты детей и день... Международный день молока. Мы к этому привяжем, мы потренируемся. Очень, я думаю, что мы плотно занимаемся этим вопросом. То, что в пятницу у меня не было, был на двух совещаниях в Москве, это связано с моей работой. Но я думаю, что мне уже и не надо было там быть, потому что вся подготовительная работа, ответственные люди, всем все расписано, этим занимаются. Поэтому там мне нечего было мешать. Мы видим результат, Алексей Алексеевич. Вот все состоялось, это хорошо. Прервемся сейчас на полминуты. У нас короткая реклама. И продолжим разговор с организаторами и участниками проекта «Дорога молоку». Возвращаемся в студию. Это программа «Разворот на бизнес». Светлана Занько и Николай Голиков здесь. И мы продолжаем разговор с нашими гостями. Любовь Гусева, директор компании «Литон». Алексей Котличков, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. Михаил Нищенко, директор Центра изучения молочного рынка. И Эльдар Файзулин, глава молочного союза Башкортостана. Так вот сейчас обозначим. Давайте с Алексеем Алексеевичем поговорим. Чтобы отпустить его через 12 минут буквально. Прошло совещание. Сегодня, когда мы пишем эту программу, в воскресенье на Театральной площади большой праздник. Вы говорили, Алексей Алексеевич, что это мысли о том, чтобы объединить производителей, поскольку мы молочная страна, как вы сказали, для того, чтобы усилить, видимо, эффект от работы совместной по продвижению этого продукта, давно витала у вас в голове. И вот она состоялась. Какие мы можем получить от этого, выгоды какие-то, да, от всего этого процесса? Хотя, Светлана, у нас и так очень такое высокое потребление молочной продукции, в переводе на молоко. В Кировской области. В Кировской области, да. Кировщане любят молочную продукцию. В целом, по России мы значительно отличаемся. Если мы потребляем 265 килограммов молока или литров молока на душу населения в год, то Россия 204 килограмма. Здесь, конечно, с точки зрения еще увеличения потребления, здесь, может быть, и стоит такой вопрос, но больше для нас объединение, рынок же требует объединения. Весь мир объединяется, как вы говорите, не только молочники и другие предприятия. Чтобы работать на рынке, завоевывать рынки, надо быть сильным, а сильным можно быть только объединившись. Поэтому мы и с одной стороны, на самом деле, смотрим, как объединиться, ищем пути, как объединить бизнес. Но с другой стороны, и для людей это праздник культуры потребления молочной продукции. На самом деле, о чем Михаил сказал, сейчас можно что угодно услышать, да. И мы за эти годы про сало слышим, то оно вредно, то полезно, масло сливочное, то вредно, то полезно. Мы должны, конечно, и с Министерством здравоохранения, объединившись, составлять программу все-таки, мы должны доводить до людей, что молочный продукт, он важен для здоровья человека. То есть, это действительно молочный продукт, опять же? Естественно, тут приходится государству уже вмешиваться во все процессы недобросовестного рынка, наших недобросовестных конкурентов через некачественную продукцию. Но здесь я хочу сказать, ту работу, которую мы проводим, в том числе с союзом наших молокопроизводящих и перерабатывающих предприятий, с нашим обществом, мы видим, что, в принципе, наш бизнес-то честный в Кировской области по сравнению с другими регионами. И все независимые эксперты как раз определяют, что Киров – это Киров добропорядочности. Вопрос Льдару Файзулину, директору УФА Гормолзавода и главы молочного союза Башкортостана. Вот как раз про объединение. Раз молочный союз, то в Башкортостане можно предположить, молочники довольно активно объединяются для решения каких-то совместных задач. Так это или не так? Микрофон можно еще ближе к себе. Я вам немного могу сказать про Башкирию. Башкирия у нас, я могу сказать, тоже молочная республика. Сегодня мы за 2018 год надоели 1 миллион 800 тысяч тонн молока. Это меньше, чем у нас? Больше. Больше, чем у нас? Башкирия, она больше вообще-то. Ну, 4 миллиона в Башкирии проживает население. Из них товарного молока у нас в 2018 году было около 800 тысяч тонн. Поэтому реально перерабатывается, которое молоко, это 800 тысяч тонн. Это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Я согласен здесь с Алексеем Алексеевичем, что вот это вот реально сколько молока в России, вопрос всегда спорный. То ли 30 миллионов, то ли 16, как по данным Союзмолоков. Подождите, а куда одевается оставшееся непереработанное молоко? Зря ты эту тему поднял. Ну, коротко. Коротко. Но раз это важно. Я в двух словах скажу. Есть такая государственная статистика. И две. Во всех категориях хозяйств произведено молока. Во всех. То есть и личное подсобное хозяйство, которое очень значительную часть статистики имеют. Есть фермеры и крупнотоварный бизнес. Есть сельхозпредприятия. Поэтому, когда на видеоконференции в прошлом году ведущий из Москвы спросил, ну, ведущий, в смысле, из министерства у нас, коллегу со Ставропольского края, сколько у вас товарного молока, то есть высшего сорта молока, сколько? Он говорит, какой высший сорт? У нас почти 90% молока частного сектора. То есть сегодня, конечно, о чём сейчас коллеге был задан вопрос, что всё-таки для переработчиков важно хорошее молоко, качественно, чтобы получить хороший товар. Даже я не про фальсификант говорю, а про сам хороший продукт, как сырьё хорошее. Спасибо. Про объединение в Республике Башкортостан. Сегодня в Молочный Союз Республики Башкортостан входит около 54 предприятий только перерабатывающих и больше 100 товаропроизводителей молока. Сегодня у нас крупных предприятий около 12. Поэтому вот эта вот вся огромная молочная сила сегодня, ну, наверное, имеет такой большой потенциал. Мы совместно, вот, Молочный Союз Республики Башкортостан, Союз Молоко Российское, сегодня Штефан возглавляет, который тогда был Даниленко, и правительственные сходы Республики Башкортостан разработали программу до 2030 года по увеличению именно товарного молока до 2 миллионов тонн. На эту программу правительство совместно с Российским выделило 30 миллиардов рублей. Вот в прошлом году, в 2018, мы получили и освоили 3 миллиарда рублей именно на поддержание продуктивности и увеличение именно молока в Республике Башкортостан. 30 миллиардов на Башкортостан? Да, до 2030, да, до 2030 года? До 2030 года. И реально каждый год мы сегодня прибавляем плюс 10 процентов. То есть товарное молоко у нас в 2018-м 750, планируем в 2019-м плюс 10 процентов. Это получается около 800-850. Алексей Алексеевич, а как у нас с этим обстоят дела? Ну, здесь без комментариев. Регион богатый, бюджет, естественно, свой закладывает. Вот эти 30 миллиардов, это чьи деньги? Это на самом деле это 50 на 50. Софинансирование. Софинансирование идет с федерального бюджета. Это и первая программа. Мы за эту разработку программы, могу сказать, заплатили Союзмолоко почти около миллиона рублей. А что значит разработка программы? Ну, потому что она такая вот как бы индивидуальна. Сегодня в России, по-моему, нет ни у кого этой программы такой. Вот мы первые лидеры в этом конкретно деле. Что она в себя включает? Ну, что значит, я тогда помогу коллеге, потому что любая программа, это мероприятие... Нет, я не видел, но я понимаю, что это такое, потому что погружен в эту тему полностью, без всяких комментариев. В этой программе мероприятия, которые направлены, чтобы получить 2 миллиона тонн молока, это же мероприятие. Это поле, это продуктивность кормов, это объемы кормов, это коровы, а сколько их надо, коровы. Это набор техники и сколько людей на эту технику надо. Вот эта программа, в том числе и подготовки кадров, это все денежные вопросы объединены в сумму. Переработка, строительство завода. Модернизация, наверное. Однозначно, я как бы раскрою дальше тему, если это интересно. Это, ну, очень глобальный вопрос. У нас в Башкирии очень сильно стоит вопрос сезонности, например. Это вот, наверное, основной вопрос, почему мы этой программой занимаемся. Чтобы бороться с сезонностью, нужно ряд мероприятий провести. Сегодня, если посмотреть сезонность, по данным Минсельхоза, где-то коэффициент 1,6. То есть, если, например, грубо говоря, летом 100 тонн, то есть зимой 100 тонн надавится, то летом 160 тонн, соответственно, надавится. Вот эта проблема сезонности очень сильно сказывается на цене молока. У нас, соответственно, в Башкирии... Что нет в Кировской области. У нас равномерно это все, да? Это очень хорошо. И, соответственно, у нас летом цена молока может процентов на 30-40 упасть от зимней цены. Соответственно, это боль, которая как бы в республике есть. Но у нас есть много предприятий, которые, в принципе, нивелируют вот эту цену молока. Соответственно, у нас два крупных завода по сушке молока. Это Милиузовский и Месигутовский. И есть крупный, огромный комбинат Билибейский. Вот мы автопробег будем проходить и заедем на этот завод. Это сегодня крупная французская компания «Савенция», которая перерабатывает 1000 тонн. Французская компания? Да, она недавно стала французской. Французы ее купили. И вот в летний период, когда идет закладка сухого молока, сыра, эта цена поднимается за счет этих трех крупных предприятий. Алексей Алексеевич, а как нам удалось добиться того, что у нас сезонность нивелируется? Из-за бедности нашей. Это вот... Что это значит? Не было счастья, да несчастье помогло. Вы знаете, когда люди избалованы деньгами, они начинают так и работать. Не хочу я никого обидеть, в том числе коллеги башкиры к нам приезжают регулярно и говорят, как так, у нас там 500 ферм дворцов настроили, а молока нет. Я ответил на этот вопрос. Ферм дворцов настроили. Ну, хороших, дорогих. Мне пришлось ответить, потому что это официально были делегации, это не просто так, эти были на высоком уровне делегации, их было несколько в течение одного года, три года назад. Я просто им сказал вежливо, коллеги, извините, молоко не в ферме, молоко в корове. Поэтому здесь дворец не дворец, здесь вопрос правильности всей работы в истроении. Значит, первое, это, конечно, искусственное осеменение, что, к сожалению, в Башкирии большим является бичом. Ну, они придут к этому, у них как бы это резерв. Принимается. Второе, значит, из-за того, что всегда летом спад по потреблению молоко, как горожанами, город выезжает, отпуска студенты. Всегда цена была и в советское время, и в постсоветское время. Это последнее время немножечко так начали заключать долгосрочные договоры, но цена летом, по крайней мере, в Кировской области и в соседних регионах, она падала, потому что падает потребление. Так как возмещение из бюджета очень слабенькое, мы искусственно сдвинули растелы на зимний период, или на тот период, чтобы у нас было молоко зимой. Летом его не было много, а сдвинули. И у нас это получилось как бы из-за того, что, ну, не как бы, а получилось из-за экономической целесообразности. И мы стали такими. Технологиями. Так что коллега примет, не примет, ну, это как бы его вопрос. Да, давайте сейчас перейдёмся на короткую рекламу и продолжим разговор. Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». А мы уже продолжаем? Да, ну давайте мы сразу продолжим разговор. Тут есть, что ответить Алексею Алексеевичу и Ильдару, и Михаилу. Кто начнёт? Михаил. Я как независимый, я же директор Центра изучения молочного рынка. Я бы хотел отметить следующий очень важный момент. Значит, первое. Сезонность – это не всегда плохо. С одной стороны, да, это идёт флуктуация, волатильность цены, но в мире крупнейшие экспортеры молока – это страны с самой большой сезонностью. Почему? Берём, к примеру, Новая Зеландия. Население 3,5 миллиона человек, то есть людей почти нет на территории, и 3,5 миллиона коров живёт на этой территории. То есть очень много животных, очень много людей. Соответственно, очень большая сезонность, она практически полностью стопроцентная. То есть летом, в нашем летом, у них молока не производится практически. У них зима. Да. А зимой, нашей зимой, у них лето, у них молока производится очень много. У них пастбищное производство, то, что мы увидим как раз в Башкортостане. Открытый выпас. Да. Это позволяет минимально сократить себестоимость производства сырого молока и, соответственно, как бы производить его максимально дешёвым. Что производит Новая Зеландия? Она производит так называемые концентрированные молочные продукты, которые отправляют на экспорт. Это сухое молоко, масло, сыры. Ну, в первую очередь сухое. Через моря и океаны. Европа, Америка, это всё их. Потому что население не съест всё это молоко. И это очень важный момент. То есть это на самом деле не является плохо или хорошо. Просто почему я как раз таки и говорю, что вот мы ездим как раз от севера на юг, вот сегодня, да, вот в рамках этого автопробега. Здесь одни условия. Здесь и, кстати, средняя ферма покрупнее в Кировской области, чем в Башкортостане, значительно покрупнее. И природные условия совершенно иные. И здесь как раз таки сезонность, она, в общем-то, и не так нужна. И то тоже нужна, потому что дешёвое молоко, чем оно дешевле, тем более дешёвые конечные молочные продукты вы сможете получить. Дешёвое масло, дешёвое сухое безжиренное молоко, которое сможет конкурировать с другими продуктами. То есть вопрос, хорошо это или плохо, это вот, это вопрос неверный. Вопрос, что в каждом регионе существуют свои условия. И если Башкортостан сегодня борется с сезонностью, я уверен, что всё равно до конца о нём не поборят. И это неправильно. Это борьба с ветряными мельницами. А потенциал Татарстана, это развитие производства как раз вот концентрированного... Башкортостана. Башкортостана, я скажу. Вот Татарстана. Я прошу прощения. Почтируцники. Вот, это вот с двух слов. Да, пожалуйста, Ильдар. Я с Михаилом, наверное, не совсем соглашусь. Всё-таки. Вот эта сезонность, она нам мешает формировать бюджет каждого предприятия. Мы каждый раз ждём лето, думаем, куда его деть это молоко. И, соответственно, опускание до безобразия, конечно, это может неправильно я скажу, а цену для товаропроизводителей, которые тоже не формируют свой бюджет годовой. Они не понимают, какая будет цена летом, какая будет зимой. И, соответственно, вот этот разброс цен очень плохо сказывается на именно бюджетной составляющей наших бизнесов. Молодец. Да, вот это однозначно могу сказать. Михаил, он больше человек, который занимается изучением, а я занимаюсь непосредственно бизнесом. И вот это меня постоянно коробит, что я не могу спланировать, что будет у меня в конце года по итогам, заработаю я денег или нет. Поэтому у нас нет годовых контрактов с товаропроизводителями. Это тоже пугает. Вот в Кировской области, если у неё круглый год одна цена молока можно зафиксировать и один объём молока, учёбно удобно планировать свой бюджет. Я понимаю, что в конце года у меня будет столько молока, такая цена, и я спланировал свой бизнес. Поэтому это вот, наверное, самый главный вопрос, Михаил, почему я против вот этой вот большой сезонности. Но это вопрос регулирования, это вопрос государственного регулирования. Поэтому вопрос 50 на 50, я поэтому уже говорю. Но действительно, как Михаил прав, зато нам удобно, у нас есть вот эти крупные подприятия, которые сушат молоко, которые сыр производят, и летом они могут себе позволить заложиться в большом количестве маслом, сухим молоком и сыром. И продукт сыра, например, он долго созревающий. Как раз к зиме он созревает. Как раз к зиме он созревает, и мы получаем конкуренцию цену по российским меркам. Поэтому здесь есть и хорошее, и плохое. Поэтому однозначно сказать, что это плохо или хорошо, тоже как бы тут спорный вопрос. Когда начинаешь считать деньги, с выпасом получается не дешевле. Не дешевле. Алексей Алексеевич, вот чтобы все-таки завершить вот эту историю с большой программой, которая реализуется в Башкортостане, 30 миллиардов рублей заложено до 2030 года, софинансирование, напомню, 50 на 50. В Кировской области такие программы нужны или нет? У нас губернатор объявил о миллионе тонн молока. И мы эту тему закроем. Мы над этим работаем. Все, пауза. Даже не знаю, что сказать. А не надо ничего не говорить. Есть вопросы по этому поводу. Но, тем не менее, мы, получается, без таких программ пока справляемся. Мы работаем в рамках рынка. Мы работаем в рамках рынка. Мы производим или работаем над качественным молоком, над технологиями. Вот сейчас с этой стороны поверну этот вопрос. Завтра мы немножечко еще поговорим. Смотрите, вот что сделают башкиры. Они сейчас 2 миллиона литров молока произведут, тонн молока. Конкуренция таким образом, она обострится? Это как-то скажется на прилегающих, на других регионах, на нашем, например? Я не думаю, что она обострится. В рамках поставленных задачи президентом, они пойдут с этими объемами, они пойдут на экспорт. Они найдут тот товар, который нужен на рынке, на экспорте, и они уйдут туда. С этим товаром, с этими объемами. Потому что я с одной компанией много раз бывал на выставках на разных, на зеленой неделе в Германии. И мы с Татарстаном поближе с ними общаемся по жизни. И вот одна компания весной мы встречались, говорит, мы выходим на рынок, на экспорт, но с кем-то надо объединяться. Даже крупная компания, потому что те объемы, которые у нас есть, они малы. Чтобы работать на международном рынке. Поэтому то, что они, ведь молока в России не хватает. Мы говорим, что два учета есть для того, чтобы успокоить, есть во всех категориях хозяйства, где это молоко, да. А есть и другая статистика, товарное молоко, которое идет на переработку. Поэтому мы подходим все равно к товарности, к товарному молоку, к качественному продукту. Потому что и те требования, которые есть в рамках таможенного союза, даже в рамках таможенного союза, они очень такие жесткие требования. Не говоря уже на выход, мы говорим, что да, там Китай большой рынок, там Индия и туда. Вот скажите, коллеги, скажите, вот эти цифры, которым идут регионы, и Кировская область с миллионом, и Башкортостан с двумя, я уверена, что... Но у нас количество коров в России сокращается. Вот. А все-таки... За счет пока продуктивности коров. Мы для чего это делаем, увеличиваем количество производимого молока? Для того, чтобы выйти на новые рынки? Есть очень серьезные у нас документы, есть продовольственная доктрина, обозначенная президентом, в которой мы должны производить не менее 85% товаров продовольственной группы своего собственного. Свинина, птица, яйцо. Для своего населения. В первую очередь, да. Ну, есть такое понятие вообще на международном уровне, что любого государства независимо входит в это, не входит в это. То есть, если оно менее 85% производит или закупает более 15%, то оно имеет право себя вести по-своему. Речь идет о продовольственной безопасности. Да, государство ведет продовольственной безопасности. Поэтому, если мы говорим, что на рынке сегодня Российской Федерации мы говорим о едином экономическом пространстве, другого у нас нет, говорят, субъекты, там, обеспеченность субъекта, это все, как бы, такие громкие слова. У нас есть экономическое такое пространство, называемое Российской Федерацией. И сегодня по всем видам продукции Россия обеспечила себя, но не хватает пока молока и молочной продукции. Поэтому те регионы, которые увеличивают молоко, но есть регионы, которые уменьшают молоко. Хотя в целом Россия идет по увеличению производства молока. Так вот, мы должны этим продуктом себя обеспечить еще на рынок. Президент Жетру поставил задачу на экспорт. Поэтому наши коллеги из Башкирии, очень серьезные объемы производства, переработки, они выйдут на рынок. Мы пока конкуренции внутри России, мы не видим, что возникнет. Если не так, то меня коллеги поправят, скажут, если вы ошибаетесь. Но видение оно такое. Конкуренцию, вот сейчас Михаилу тоже вопрос. Конкуренцию все-таки регулирует в Российской Федерации рынок или правительство? Рынок. Первое, что я хочу сказать. В России дефицит молока, он сегодня составляет порядка 3,8 миллиона тонн. Соответственно, поэтому потенциал для роста существенно, он достаточно большой. Эти 3,8 миллионов тонн, они замещаются, вернее, восполняются Белоруссией. Они восполняются заменителями, которые дешевыми. Новозеландским концентратом? Нет, нет, нет. В первую очередь, это Беларусь, и это заменители молочного жира. То есть, как бы, то, о чем... Это сливки растительного происхождения. Да. Вот. И эти продукты... То есть, поэтому у нас есть куда расти. Вот. Вопрос здесь в другом. Конечно, президент поставил цель выходить на экспорт, вот. Но для того, чтобы выходить на экспорт, Ринад, как бы, ряд условий. Ну, первое, необходимо... То необходимое количество молока, мы должны его производить столько, чтобы выходить с ним на экспорт. Второе, оно должно быть по себестоимости конкурентоспособным. То есть, мы должны иметь возможность поставить его по правильной цене, чтобы конкурировать с другими продуктами. Дальше. Мы должны иметь у себя внутри внутреннюю логистику. У нас очень большая страна. Это железнодорожная, в первую очередь, логистика, да, которая на сегодняшний момент, к сожалению, не очень эффективна. Это государство наше должно заключать двусторонние соглашения о беспошлиной торговле с теми странами, куда мы хотим поставлять. Мы говорим о Китае. Китай имеет двусторонние соглашения о беспошлиной торговле с Новой Зеландией. То есть, это как Беларусь с Россией, так и Новая Зеландия с Китаем. Мы, при всем нашем желании, ничего не сможем сделать. Сегодня у нас беспошлиная торговля обширяется буквально с ограниченным количеством государств. И это новые реалии мира, с которыми, к сожалению, мы сталкиваемся, и наши производители, как бы не хотели поставлять на экспорт, они будут сталкиваться с неконкурентной ценой. Здесь роль государства, о чем мы говорим, что не сам собой бизнес, здесь вместе бизнес. Да, и вот отвечая на ваш вопрос, я как раз хочу сказать, как бы бизнес, да, рынок регулируется, ну, как бы он, конкуренция регулируется, естественно. А государство должно оказывать содействие, в первую очередь создавая инфраструктуру, это логистика, это заключение, опять же, торговых взаимоотношений. А с другой стороны, сокращая внутренние барьеры для производителей. И сегодня, к сожалению, не, как бы производители сегодня молодцы, вот, и производители очень сильно ждут, что и государство сможет как-то позитивно. Создать условия. Да, на этом первый час разворота на бизнес завершен. Мы отпускаем Алексея Котлячкова, заместителя председателя правительства. КОНЕЦ